И искренности тех действий, которые предпринимают сегодня социалисты. Объявление о том, что вотум недоверия будет внесен в парламент, они сделали еще 20 марта. Первый текст, который они нам дали на согласование, поступил две недели назад. Ну, может быть, две с половиной. Мы его дополнили неделю назад. Какое-то время принимались решения у них там о включении и не включении в этот текст. Ну и вся история предыдущих действий социалистов не убеждает нас в том, что они искренне собираются бороться с этой властью. За исключением махания, так сказать, флагами на площадях. Потому что, начиная с 2013 года, когда был избран президент страны, неконституционность четвертой попытки и так далее, тогда от социалистов зависел вопрос формирования власти. Сегодня не особенно зависит, это больше политический шаг. А раз он больше политический, то и содержание документа должно быть не литературное, а политическое. Поэтому мы работаем сейчас над ним, и наш вариант редакции этого вотума недоверия будет внесен в политисполком на следующей неделе, который соберется на очередное заседание и рассмотрит этот вопрос. В зависимости от этого решения мы и будем действовать. Скорее всего, конечно, этот документ будет нами подписан, исходя из того, что мы категорически возражаем против политики нынешнего правительства, против того, как оно сформировано.